Свидетель Иоанн Златоуст на 27-й беседе послания к евреям говорит нам о том, о истинной молитве и истинном смирении. Будем совершать молитву непрестанно, бодрственно и неусыпно. Под неусыпностью я разумею не только то, чтобы пробуждаться ночью, но чтобы и днем бодрствовать в молитвах. Такой человек называется неусыпным, ибо и ночью молясь можно спать, и днем не молясь можно бодрствовать, когда душа бывает устремлена к Богу, когда понимает с кем она беседует и кому обращено ее слово, когда содержит ум, что ангелы предстоят ему со страхом и трепетом. Как же человек будет приступать к нему, зевая и почесываясь? Великая оружие молитва, если она совершается с надлежащими мыслями, дабы тебе уразуметь ее силу, обрати внимание на следующее. Непрестанная молитва преодолела бесстыдство и несправедливость, жестокость и грубость. Слышите, говорит Господь, что говорит судья неправедный? Лука 18, глава 6 стих. Она преодолела ленность, и чего не сделала дружба, то сделала непрестанная молитва. Если он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему Лука 11, 8. И недоступную жену непрестанная молитва сделала достойную. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Матфея 15, глава 26, 27 стих. Будем же прилежны молитве. Она есть великое оружие, если совершается усердно бесчиславие. От искреннего сердца она обращала в бегство врагов. Она оказывала благодеяние целому народу, и при том недостойному. «Услышал воп народа моего, говорит Бог, и иду избавить его». Исход 3, глава 7, 8 стихи. Она есть спасительное врачество, предохраняющее от грехов и исцеляющее от преступлений. К ней прибегала и оставленная всеми вдова. Посему, если мы будем молиться со смирением, если будем ударять себя в грудь, подобно мытарю, если будем произносить подобно ему слова «Милостив буди ко мне, грешнику». Лука 18, глава 14, стих. То получим все. Правда, мы не мытари. Но у нас есть другие грехи, не меньше его грехов. Не говори мне, что ты грешен в малом. Всякое греховное дело в существе своем одинаково. Как убийцу одинаково называется и тот, кто убил дитя, и тот, кто убил мужа, так и любостяжательным. Любостяжательный и в малом, и в великом. И злопамерство есть немалый, но великий грех. Пути злопомнящих, говорит Премудрый, в смерть. И Христос говорит, всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Равно как и говорящий брату своему пустой человек или безумный. И тому подобное. Матфея 5, глава 22, стих. Мы недостойно причащаемся страшных тайн, завидуем, злословим, а некоторые из нас часто и упиваются. Каждый из этих дел само по себе достойно того, чтобы лишить нас Царства Небесного. А если они соединятся вместе, то какое мы можем иметь оправдание? Много нам нужно каяться, возлюбленные, много молиться, много терпеть, много оказывать усердия, дабы получить обитованные на благо. Будем же, говорите мы, милости, буди ко мне, грешнику. Или лучше не говорить только, но и думать так. И если кто другой будет обличать нас, не будем гневаться. Мытарь слышал, как о нем было сказано, я не таков, как этот мытарь. Лука 18, глава 11, стих. И не раздражался, но пришел в сокрушение, получил оскорбление, но сам не отвечал оскорблением. Тот открыл его рану, а он нашел ворчество. Будем же говорить, милости, буди ко мне, грешнику. И если, когда другой скажет нам тоже, не будем досадовать. Если же мы, хотя сами признаем за собой много дурного, но слыша от других негодуем, то это уже не есть смирение и исповедание, а честолюбие и тщеславие. Неужели, скажешь, называть себя самого грешником, значит тщеславиться? Да. Таким образом, достигаем славы людей смиренных, становимся предметом удивления, похвал. Если бы мы стали говорить о себе противное, то заслужили бы презрение. Так мы и это дело делаем над тщеславием. В чем же состоит смирение? В том, чтобы переносить, когда кто-нибудь другой поносит нас, сознавать грех свой, терпеть злословие. Впрочем, и это было бы знаком не столько смирения, сколько благоразумия. Между тем, мы теперь, хотя сами себя называем грешными, недостойными и говорим много другое, но если кто-нибудь другой скажет о нас что-нибудь подобное, то мы раздражаемся и беснуемся. Видишь ли, что у нас нет исповедания грехов и даже благоразумия. Ты сам называешь себя таким? Недосадуй же, когда слышишь тоже от других, которые обличают тебя. Когда другие поносят тебя, тогда через это обличаются грехи твои, они на себя налагают бремя, а тебя приводят благомудрие. Послушай, что говорит блаженный Давид, когда проклинал его семей. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь призрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. Второе царство, 16 глава, 11-12 стихи. А ты сам о себе говоря много дурного негодуешь, если не слышишь от других тех похвал, какие воздают великим праведникам. Не значит ли это шутить в делах нешуточных? Так мы отклоняем похвалы из желания других похвал, дабы после получить большие похвалы, дабы нам еще более удивлялись. Так, не высказывая похвал, мы делаем это для увлечения их. И все вообще делается у нас из тщеславия, а не под правдой. Посему-то у нас все пусто, все неверно. Итак, увещеваю вас, удержимся, хотя ныне от источника зол тщеславия. И будем жить богоугодно, дабы нам сподобиться в будущих благ во Христе Иисусе Господе нашим, с которым Отцу и вместе со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь.